Почему люди не летают? Почему люди не летают так, как летают ежи? Я это к тому, что сейчас в блоке коспле-сценки под номером 3 выступит косбет «Летучие ежи», а с ними вместе «Радикал Дриммерс», «Ди Греймон», «Великий Новгород». Пошел бы с ним, что ли? Ты пошутил, мы тоже посмеялись. Минерал, как ты расспорил, в солнце, вратарь, ты себе дурка, а мы не длились, как я ловлю, постарь и ловлю. Перед нами генерал Мариан Кросс. В его жизни было много женщин, вина и приключений. Много лет он искал себе идеальную спутницу жизни, а нашел ученика. Безмозглый ученик! Да-а-а! Безмозглый ученик! Где тебя только черти носят! Здесь я, здесь. Что ты там делал так долго? Закапывал трупы ваших кредиторов. Тебе бы только ерундой маяться. Я хочу серьезно поговорить с тобой, ученик. Вы опять проигрались в карты, и мне придется отрабатывать ваши долги? И об этом тоже, но потом. Я хочу поговорить о тебе. Ты уже совсем взрослый, а я ведь помню тебя вот таким. Мы столько пережили вместе. Ты так вырос, так изменился, так вас мужало. Да лучше бы я умер в младенчестве, чем таскаться по миру с пьяницей, которая оставляет за собой только долги. И не в лучшую сторону. Впрочем, и это не важно. Теперь ты взрослый, и можешь начать жить своей жизнью. Ходить по бабам, пить, курить и ругаться. Правда? Правда. Я думаю, что за это следует выпить вина. Вот, держи. Знаете, это не слишком похоже на вино. Само собой. Это бормотуха. В следующий раз, прежде чем что-то пить, тщательно прочитай этикетку. Иначе будешь вечно мучиться по хмельям, как я. А то и вовсе компе отбросишь. Это мое тебе последнее наставление. Как вы могли? Да легко. А это мой прощальный подарок. Счет из казино и борделя. Прощай, унылая рутина. Я отправляюсь на поиски своей единственной. Любимый генерал Гросс, генерал Гросс, ну где же вы? Вы обещали мне шикарное платье и свадьбу. И что все подруги сдохнут от зависти. Ой, Аликун, что ты тут делаешь? Умираю. Ясно. Не буду мешать. Генерал Гросс, генерал Гросс. Алика, ты не видел генерала Гросса? Видел. Ну что ж ты раньше-то молчал? Зрачки расширены. Пульт слабый. Температура тела понижена. И от тебя несет перегаром. Очевидно, это была Варматуха. Ты узнал это, осмотрев меня? Нет, я просто посмотрела на этикетку. С чего это ты решил надраться? Это не я решил. Это генерал Гросс меня напоил. Ах, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, допустим. Хотя верится с трудом. Ну, это ты как объяснишь? Бордели казино? Да, Алик, я многого о тебе не знала. Это не мое, это тоже Гросса. Я обязан его отыскать. Мне никогда в жизни не выплатить такой суммы. Это уж точно. Я тоже ищу генерала Гросса. Отправиться на его поиски вместе? Думаю, выбора у нас все равно нет. Я оставил его в городе. А сам сел на первый же попавшийся поезд и уехал. И вот я здесь, с вами. Какая интересная история. Хотя сейчас я даже начинаю по нему скучать. Никто больше не оплачивает мои долги. Если вы на мне женитесь, это буду делать я. Что, серьезно? Я готова для вас на все. А еще хочу выженное подвенечное платье. И чтобы все подруги сдохли от зависти. Замечательно. Подругами я займусь лично. Но сперва оплатите мои долги. Я так волнуюсь. Вдруг вы не будете мне верны? Ведь у вас наверняка было столько женщин. Достаточно. Но поверьте мне, если бы у меня было столько женщин, сколько мне приписывают на лад, я мог бы заразиться от них одной весьма неприятной вещью. Какой? Глупостью. Прощайте, милая. Куда же вы? А как же с подруги? Что-то подсказывает мне, что учитель был здесь. Смотри. Тут повсюду плакаты с твоим именем и надписью. Разыскивается злостный неподельщик. Да. Это определенно неспроста. Кажется, сюда кто-то идет. Он точно был здесь. И раз уж мы это выяснили, нам пора бежать. Он побежал сюда. Смотрите, смотрите, и в шайную работу. Вот, вот. Вот, берегу мишку. Пошли, вот. И дальше. Пошли. Пошли. Эй, вот здесь. И дальше. Пошли. Вы, Алина Уолкер, ученик, господин Аброса. Допустим. Я покажу вам, как сбежать из города, но только при одном условии, что вы поможете мне отыскать Кросса. Я хочу за него замуж и платье, и штук под руки. Договорились. Куда бежать? Сюда. Да. Да. КОНЕЦ